Дай почитать. Ведь еще Петр I вынужден был запрещать своим ретивым соратникам, чрезмерно увлеченным Европой, употреблять зело много польских и других иностранных слов и терминов, за которыми самого дела выразуметь невозможно. Того ради впредь тебе приказывает царь. Реляции свои к нам писать все российским языком, не употребляя иностранных слов и терминов. Век спустя Белинский встанет на защиту русского языка. Употреблять иностранное, когда есть равносильное русское слово, значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус. Пройдет еще век, и Маяковский напишет о фиасках, апогеях и других неведомых вещах. Чтоб мне не писать в пустую оря, мораль вывожу тоже. То, что годится для иностранного словаря, газете не гоже. Другие утверждают, нашему языку никакие нововведения не страшны. Все полезное он усвоит, лишнее отбросит. За века ничто не замутило его чистых вод, не замутит и впредь. Но ведь до того не было миллионных тиражей газет и книг, миллионных читателей, радио, телевидение, интернета. Правы третьи. Те, кто бьет тревогу, зовет встать на защиту языка. Конечно, смешно спорить. Язык не застывает, не стоит на месте, а живет, развивается и меняется. Но нельзя допустить, чтобы он менялся к худшему. Ведь родной язык – это и духовный мир человека, и народа, его честь и совесть. Именно эти размышления вызывает поразительная, честная, изумительная книга «Норы Галь. Слово живое и мертвое». Это восьмое издание, дополненное «Нора Галь», как назвал ее прекрасный актер Евгений Леонов в письмах сыну, мама маленького принца. Выпускница Московского государственного пединститута с 1948 года окончательно уходит в переводы. Именно она перевела с английского одержимого Диккенса «Пищу богов Уэллса», «Позолоченный век Твена», «Поющий в терновнике Макалу», «Убить пересмешника Ле», с французского «Посторонний камю» и, самое главное, в 1959 году «Маленького принца Сент-Экзюпери». Кстати, в 1995 году ее именем была названа планета Норогаль, и теперь где-то в космосе она вращается по соседству с планетой «Маленького принца». Разве это не фантастический подарок судьбы за жизнь до последней минуты, отданной литературе и русскому языку? И как завещание звучат ее слова. Мы получили бесценное наследство. За этот бесценный дар все мы в ответе. И не стыдно ли, когда есть у нас такой чудесный, такой божественный, выразительный, многоцветный язык, говорить и писать на канцелярите? Дорогие слушатели, узнайте, какое слово живое, а какое мертвое у Норы Галь. До новых встреч! Дай почитать